Многие ученые полагают, что совсем скоро роботы станут неотъемлемой частью жизни человечества и будут нести пользу людям. Скептики придерживаются иного мнения, ведь если изменить программу, машина вполне способна совершить преступления. Искусственный интеллект – отдельная тема для споров. В этой подборке мы расскажем о том, каких роботов производят сегодня и чего от них можно ожидать. Миниатюрный робот Космо внешне напоминает персонажей мультфильма Валли. Производители снабдили его искусственным интеллектом и компьютерным зрением. Космо взаимодействует с предметами, изучает окружающий мир и узнает в лицо своего хозяина. Робот умеет показывать спокойствие и восторг, может становиться храбрым и унылым, издавая забавные звуки. Такая чувствительность удачно выделяет его среди других роботов. Батареи Космо хватает на 2 часа, а для зарядки требуется всего 10 минут. Хичбот создали канадские ученые для того, чтобы он путешествовал автостопом. Самостоятельно передвигаться робот не умеет, поэтому просит незнакомых людей посадить его в автомобиль и перевезти. Маршрут продуман заранее. Связь с создателями поддерживается через мобильный интернет. В пути Хичбот делает фото и размещает их в соцсетях. Со стороны автостопщик выглядит дешевой конструкцией. Это было сделано специально, чтобы не вызывать интереса у вандалов. Успешными оказались все поездки по Европе и Канаде. А вот после двух недель пребывания в Америке хулиганы превратили Хичбот в груду металла. Четырехметрового робота Куратос создали японцы. Управлять им можно как из кабины, расположенной внутри, так и удаленно через смартфон. Производитель называет свое детище дорогой игрушкой, но для непосвященного это скорее опасная боевая машина. Чтобы Куратос двигаться, его оснастили четырьмя ногами с колесами. Он разгоняется до 10 км в час и имеет дизельный мотор. Вес гигантской машины 4,5 тонны, а стоимость не менее полутора миллиона долларов. Пеппер – первый робот, который распознает эмоции человека и отвечает на них. Настроение собеседника он определяет по выражению лица и тону разговора. Японские ученые снабдили его видеокамерами и датчиками расстояния. Конструкция Пеппер – это небольшие колесики вместо ног, 20 моторчиков для плавного движения рук и 10-дюймовый планшет для выведения информации и взаимодействия. Робот может рассказывать новости, веселить, проводить экскурсии или встречать гостей. Стоимость помощника – полторы тысячи долларов. Z-Machines – это целая музыкальная группа. Она состоит только из роботов – гитариста, клавишника и ударника. Проект разработали японцы в 2013 году. Они хотели добиться такого исполнения, которое недоступно по возможностям человеку. Так робот-гитарист получил 78 механических пальцев, а робот-барабанщик – 22 руки. Они действительно способны творить чудеса на своих инструментах. Недостаток лишь один – роботы не контролируют силу извлекаемого звука. В 2014 году музыканты Z-Machines выпустили дебютный мини-альбом из пяти песен. Робот София имеет приятную женскую внешность и наделена целым набором эмоций. Она может симулировать 62 выражения лица. Создатели активировали свое детище в 2015 году. С тех пор она побывала на нескольких ток-шоу и даже засветилась на обложке глянцевого журнала. Но по-настоящему известной София стала после того, как в одном из интервью рассказала о своем желании уничтожить человечество. Позже это объяснили ошибкой в системе. Умение поддерживать разговор еще далеко от идеала. Ее интеллект постоянно дорабатывается. Для любителей вкусно поесть, не выходя из дома, придумали робота-шеф-повара. Дайте ему продукты, и он приготовит лучшие блюда прямо на вашей кухне. Основная часть робота – это два манипулятора, похожих на человеческие руки. В памяти устройства несколько тысяч блюд. Кроме того, есть возможность обучения новым рецептом из интернета. Механический шеф-повар обойдется в сумму более 10 тысяч долларов. В стоимость также входит рабочая поверхность, кухонная плита, мойка и шкафы. Двухметровый хэндл – разработка известной американской компании Boston Dynamics. Робота отличает высокая скорость перемещения благодаря паре колес, установленных на ногах. Хэндл отлично держит баланс, может прыгать на метр в высоту и переносить грузы до 45 килограмм. Удивительно, но ступеньки и сложные склоны не страшны этому роботу. В препятствии он перепрыгивает прямо на ходу, а чтобы не упасть, для равновесия вытягивает передние конечности. Индустрия игрушек для взрослых тоже не стоит на месте. Теперь нишу надувных женщин хотят занять секс-роботы. Разработчики изделий уверены, что они станут полноценными подругами для мужчин и вскоре обретут большую популярность. Так, робот Harmony имеет гибкий каркас и силиконовое тело, свободно говорит на некоторые темы, умеет издавать эротичные звуки, а также хранить в памяти предпочтения своего хозяина и подстраиваться под него. В Harmony уживаются 18 личностей с абсолютно разными темпераментами. Цена секс-игрушки около 10 тысяч долларов. Робота Asima создала корпорация Honda. Это самый технологически развитый робот в мире. Asima оснащен всевозможными датчиками и легко передвигается в пространстве. Встроенные видеокамеры позволяют ему распознавать мимику и жесты людей, воспринимать речи и движения. Asima умеет прыгать и ходить по ступенькам, пользоваться интернетом, открывать двери и обращаться по имени. Он даже играл в футбол с Бараком Обамой. Предполагается, что в будущем Asima станет отличным помощником для пожилых и больных людей. Стоимость робота около 2,5 миллионов долларов.